Здарова всем ребят! Мы с вами сидим на общем тесте патча 1.27 и разработчики в патче добавили машины, на которых нельзя поиграть, которые нельзя посмотреть. Но мы с вами это сегодня исправим и начнем мы с GPT-75. Это топовый танк ветки развития Китая. И его еще разработчики не доделали, то есть на нем нельзя поиграть и даже когда патч выйдет в релиз, ну я не знаю будет ли доступна эта машина для покатушек и так далее. В общем сейчас танк еще настраивает, потому что разработчиков не устроили его характеристики. Давайте начнем с бронирования машины. Посмотрим. Слушайте, а красненького цвета много, давайте тогда исследуем поподробнее. Значит мы видим ярко выжженные лючки. Вот какую-то полку. И давайте посмотрим. Лючки пробиваются легко 160. Полка 200. Короче, если в лючок не попали, случайно снаряд отклонился, есть еще вероятность пробить в полку. Так, надмазкое орудие 60 мм, ну рикошет. Мы с вами видим, что мод показывает, что большая часть снарядов будет рикошетить. Так, щечки 330. Маска 330. Здесь 300, да еще и под углом хорошим. Ну мое почтение. Броня башни прям хороша. 120, 160, 120, 160. Короче, башня условно крепкая. Еще и опускается на 8 градусов вниз орудие. ВЛД 200. Слушайте, ну да, такая машина-то выглядит. Тут еще и так угол, и так угол. За 300 приведен, если чуть-чуть мансовать. Ну в общем-то, восьмеркам даже на голде будет тяжело это вскрыть. Огромный НЛД размером... Точнее, броней 140 мм. Слушайте, ну брони в НЛД мало. Но где-то у него должны быть слабые зоны борта. 100 д... Мое почтение. Кстати, бортами можно танковать. 110. Тут еще и экран добавляется. 30 мм. Блин, ну... А хотя вот здесь я уже вижу слабую зону. 110, да. Короче, если он ромбиком выезжает, и вы не очень далеко стоите, можно вот сюда попробовать будет выцелить. Ну, наверное, с кормы чекать танки такое себе, да? По характеристикам. 1200 фугасом. Давайте пушку посмотрим. Она барабанная. 1200. И второй снаряд бронебойный 850 альфы. Больше, чем у ПТ. У большинства ПТ 10 уровня альфа. На ББшках. Пробитие 221 и, соответственно, 278 на ББшках. 221 это фугасы. Два снаряда в магазине. Время перезарядки между выстрелами 3. Это у всей ветки 7, 8, 9 уровня. 3 секунды. Время полной перезарядки почти 50 секунд. 48. ДПМ. 2800. Разброс 0.54. Ну, это, блин, КВ-2 второй. Время сведения 3.9. Значит, смотрите. Насколько я знаю, разработчики сейчас эту машину пытаются настраивать. Я на ней не играл. Но, очевидно, да, что, ну, уменьшать альфу, ну, можно 100 единиц, наверное, отрезать. Но это в сильной роли не сыграет. Просто тогда преемственность всей ветки не будет прослеживаться. Там почти 1000 на 9 уровне. Ну, здесь должна быть разница, да, на мой взгляд, опять же. Бронепробитие 221 можно до 210 снижать спокойно, вот, чтобы фугасами танк хуже пробивал. Большинство танков от доуровневых, ему будет тяжело тогда пробить. По перезарядке я, опять же, не играл. Два снаряда с перезарядкой 3 секунды. Можно внутри барабана играться, там, сделать 5 или 8 секунд между выстрелами. Тогда преемственность в ветке не будет прослеживаться. А вот скорость поворота горизонтального привода прицела 25 градусов в секунду. С учетом того, что это огромная дура, сколько миллиметров? 180 миллиметров орудия. Оно тяжелое, башня должна ворочаться медленнее. Я считаю, вот этим параметром можно поиграться, и он комфорт игры сильно снизит. Время сведения 3,7 секунды. Это очень долго, но можно и еще чуть-чуть накинуть. Ну, чтобы он еще дольше сводился. Я пытаюсь просто танков чуть-чуть ослабить. Просто он, ну, по отзывам тестеров очень сильный им будет. А потому что я видел на 7, 8, 9 уровне, ну, там, да. Не кидайтесь в меня. Разброс на 100 метров 0,52, ну, я бы не трогал. Это и так уже просто отвратительный разброс, который не позволит выселивать. А пробития здесь тоже особо нет. Вот. Ну, такая вот бабаха с броней. Так, ну и что тут? По подвижности 30 вперед, 15 назад. Уделка 12 лошадок. Ну, для тяжелых танков, в принципе, более-менее нормальный. Обзор очень хороший, 390 метров. Я бы не трогал. Вот. Вот такая машина. Это ТТХ не финальные. Они будут еще правиться. А как они правиться будут, я понятия не имею. Я свое вот мнение высказал. Впереди еще нас с вами 3 танка с патч 1.27 ждут. Во-первых, это 9 уровень. ПТ-САУ штурмовая. Аллигатор. Она тоже проходит тестирование. Поэтому нам с вами она недоступна. Напоминает черепашек. Хотя, в принципе, почему напоминает, это, блин, 9 уровень. Скорее всего, будет премом или акционным танком каким-нибудь. Вот. Это тоже Великобритания. Давайте посмотрим, что у танка по броне. Очень даже хорошо. Так, НЛД. 63. Ну, так, а почему в красном? А, ну, под углом, наверное. Да, вот так вот. Рикошет, потому что. Так, броня. 260 ВЛД. Здесь немного, но рикошет. Щечки 241. Приведенка 270. 280. 400 вокруг маски. Слушайте, ну это такая черепаха подобная. Маши 177 борта. Охренеть. Ну, здесь, правда, вот за гусеницей немного. Так, а может тут чем удивит? Просто сейчас. Нет, ну тут ничего удивительного нет. Лючок торчит. Наверное, можно выцелить. Ну, да. Но он маленький. По сравнению с тортом он маленький. Что по ДПМу? 3000 с лишним в стоке. 0.35 точность. 1.8 время сведения. Это такое ощущение, что готовится прям 9 уровня под ветку британских ПТшек. Очень по геймплею он прям будет похож. Углы наводки минус 10 вниз. Влево-вправо сколько? 18. Немного. Но тут корпусом надо будет доворачивать. 390 урон. 268 пробития. А на голде? А-а-а! Слушайте, а здесь голда осколочно-фугасная. С пробитием 210. То есть это танк без особого пробития. Да? Ну, 270 на 9 уровне. Это хорошее пробитие базовое. Но это не впечатляющее. Но! 210 есть фугасница. 210 и 480 альфы. А на фугаснице, я думаю, там ДПМ будет лютый. Ну, считайте, плюс 30% к 3000. 4000 в стоке просто на фугаснице ДПМ. Попали в топ против семерок. Просто тишу-тишу-тишу. Пока семерочки. 210, я думаю, за глаза хватит. Блин. Опять же, тестируется машина. Не стоит сильно обращать внимание. Да и броня у нее качественная. Вот так вот довернули. Все. Вот это за стеной, допустим, часть. А вот это торчит. Да? 290, 300. Ну, семеркам, восьмеркам. Ну, просто представьте, эту машину против себя в топе. Опаснее. Одна надежда на арточку любимая будет. Ладно, идем дальше. Пошли в следующий этап. Ну, по скорости, я думаю, тут нет смысла смотреть. Скорее всего, он не едет. 10 лошадок. 30 вперед. К слову. Не зря зашли. 400 обзор. Вполне себе самостоятельная боевая машина. И двигаться сможет. Ну, правда, разгоняется плохо. 10 лошадок на тонну. Один. Ну, 10 с половиной. Но, по крайней мере, светить себе сможет 400. Ладно, посмотрим, в каких параметрах разработчики решат ее оставить. Следующий Папеллац. ТС-60. Это уже американцы. Такие, типа, а что это у нас нет? ПТ-шек девятого уровня. Задний башенных. Вот такой вот причудливой формы. Ну, кстати, прям форма мое почтение. Действительно. Машина интересная. Давайте взглянем на броню. Может быть удивительно. Хотя я не думаю, что здесь броня будет, но... Так, ты че такой красный? 120 миллиметров. 200 ВЛД. 200... Погон башни. Борта 100. Слушайте, это ПТ-шка. Это не тяж. Я вам сейчас не тяжа показываю. Маска. 270. Плюс за ней еще броня. 250. Короче, приведенку вы видите на экранах. Почти 600. 300 приведенка. Вокруг маски. За счет углов дичайших. Люк есть. Но он только с одной стороны. Представьте, что здесь у вас стена. И вы выставляете только эту часть башни. И куда здесь выцеливать? Серьезно? Дальномер с пробитием. А, там за дальномером просто мне попался какой-то этот... Во, пробитие было. Какой-то кусок люка. Ну ладно, может когда-нибудь что-нибудь туда... 300 под маской. Ядрить он бронированный? Ну, с кормы будут бить. Так, ну скорее всего башня у него по кругу вращаться не будет. Представьте себе, это дура башню вот так туда повернет. Назад он просто такой... Отвалится нафиг. Что тут у нас? Угол поворота 136. Слушайте, а тут больше 90 градусов. То есть 90 сюда и еще 46. Практически 45 градусов. То есть вот так вот будет поворачиваться. Вот под таким углом. Почти назад. Ну, неполное вращение. Альфа 400, ДПМ 3000. Так же, как и у предыдущего. А давай удиви меня, что у тебя тоже фугасы. Нет, тоже 400 и кумы. Кумыс. Бронебойный и кумыс. 320... 276 на ББшках и 320 на кумысах. Вообще можно кумысы не возить. На ББшках лучше пробивать будет. Для такой дуры 7 градусов вниз. Это, я бы даже сказал, достижение. 0.35 точность. Время сведения 3.9 почти. Но это прям долго. Это прям долго. Ну, броню мы чекнули. По подвижности. Вперед 32-14 назад. Уделка 15.5. Оно еще и ехать планирует. И 30-80 обзор. Не самый выдающийся, но приемлемый. Короче, это танк для ближнего боя. ПТ-шка американская. 9 уровень. Думайте сами за что. Я делаю ставку на прем. Но это лишь мое предположение. Все, пойдем последний танчик на сегодня посмотрим. Мне, кстати, ребят, чтобы новый тяжелый танк американский посмотреть, далеко даже переходить не пришлось. Это тоже Амер. Просто на уровень ниже спустился и выбрал, что это тяжики. Вроде у нас есть тяжики йоховские, да? Это М7 Йох. Это йох после того, как сходил к бабушке. Похоже на пирожки. Пулемет у него тут. Блин. Но за форму, мое почтение, в такой боковой профиль промахнуться просто невозможно, мне кажется. Ну, выглядит забавно. Чего по броне? Ну, ладно. Чего по броне спрашивать, когда у нас такой люк торчит? 190 на 8 уровне. Будут пробивать. Будут 300 щеки. Маска 300 плюс 250. Ядрить она непробиваемая. Я так понял, маска, вот она будет двигаться. То есть башня неподвижная будет. А у остальных йохов, по-моему, башня качающаяся, да? Ну, ладно, неважно, не помню. Не будем заморачиваться сейчас. Вот эти вот все умные слова. 107. Короче, башка крепкая, сами видите. ВЛД 135, 238. До 8 уровня, с учетом того, что у него, скорее всего, углы склонения. А, ну, всего 10. Я думал, 12 будет. Ну, ладно. 120 НЛД. Слушайте, по броне прям машинка ничего так. Вот сюда вообще будет пробиваться без урона. Так, чё броня бортов? Он еще и высокий застраивается. 50 миллиметров. Ну, это танк не для танкования Роба. В это от башки играть. Вот этой половиной. Вот этой не надо выставляться. По пушке глянем. 440. А чё у него за калибр 120 миллиметров? У Йоха вроде не было большой альфы. Или было? Я бы на Йохах низкоуровневых мало играл. 218 на ББшках. И 280 на Кумысах. Перезарядка орудия 17 секунд. Нехило так. Урон в минуту 1500. Прям по урону 1600. Но он прям попущенный немножко по урону. Ну, хотя бы 2000 обычно я вижу на тяжах восьмого уровня сейчас. Вот 1600 это вот где-то, где мой 2014 год. Там любили премы выпускать с таким ДПМом на тяжах. 0.38 плохая точность. Ну, такая. Чуть ниже среднего. 2.3 время сведения. В общем, машина под что-то готовится. Неужели это расплата за большую альфу такая? Ну, у Йохов-то там дал-дал-дал-дал-дал-дал-дал. Выглянул-дал-выглянул-дал. Здесь, конечно, пострашнее все это выглядит. 45 вперед. По подвижности вопросов нет. Почти 16,5 сил на тонну веса. Уделка. Все ок. И 390 обзор. Вот такие, ребят, машины. Надеюсь, было интересно посмотреть. Судя по цене в 11 тысяч голды прем. Но опять же, этот тест не факт. Не факт. Пока-пока.